Игорь, знаешь, я согласна с мыслью одного дизайнера, который сказал, что девочки одеваются не для мальчиков. Они одеваются для себя и, конечно, друг для друга. Если бы девочки одевались для мальчиков, они бы все время ходили голыми. Ну, что это ты оделась, я не понял. Достаточно смелое высказывание, не могу с ней не согласиться. Но в нашей программе мы будем девчонок все-таки одевать. Причем одевать стильно, модно и креативно. С вами мисс Москва, краса России Наталья Переверзева. И дизайнер Игорь Гуляев. Вы смотрите программу «Икона стиля». Только у нас за один день стеснительные, неуверенные и мечтающие о переменах девушки могут стать настоящими иконами стиля. Причем каждое перевоплощение – это экзамен на смелость не только для девчонок, которые присылают анкеты в нашу программу, но и для нас, Наташи. Да уж, Игорь, иногда такие девушки попадаются. То им не так, это не эдак. Все типа тебя. Думаю, они просто боятся перемен. Хотя, знаешь, Наташ, уже одно то, что они присылают в свои анкеты в «Икона стиля», говорит о том, что они все-таки готовы к этим металлоотвозам. Игорь, давай уже не будем терять время и узнаем, кто стоит нашей героиней с сегодняшней программы. Давай, крутим барабан. Вау! Вот она, героиня нашей программы. Давайте посмотрим ее профайл. Всем привет. Меня зовут Юля. Мне 29 лет. Я работаю в крупной финансовой компании. Мой офисный стиль перекочевал в мою каждую дневную жизнь. Я буду очень рада, если ваша передача поможет добавить новизны и яркости в мой образ вне работы. Сегодня в программе «Икона стиля». На работу, как на праздник. Как сделать скучный офисный наряд модным трендом. Рейтинги сразу. Черное на черный. Может ли черный цвет заиграть новыми красками? Не буду говорить, что и какой цвет, а то вдруг опять черное захочу. Юбка или брюки? Комбинезончик вместо маленького черного платья. Удобрила бы этот образ Хоко Шанель. Атласная лента, атласный пояс, что-то такое а-ля смокинг неполучившийся. И как экспериментатор с модными луками Тани Терешина отреагирует на новый стиль нашей героини Юлия? Для меня это вообще два разных человек, очень честно. Игорь, сегодня перед нами снова стоит непростая задача. Нашей героине Юлия ей уже 29 лет. Она работает экономистом в крупной компании, но она не может отделаться от своего рабочего дресс-кода. Она постоянно носит его и на работу, и на свидание, и на дискотеку. Может, ей нравится? Безусловно, ей это нравится, но она хочет измениться. Она хочет перемен, кардинальных, хочет, чтобы мы подобрали ей что-то для повседневной жизни. Ну, скажи, я никогда не понимаю, есть ли у человека в гардеробе? Я полностью согласен с работодателем. Должен быть дресс-код. Но если у человека в гардеробе очень много вещей одинаковых. Ты знаешь, у меня были знакомые, у которых в гардеробе было какое-то количество одинаковых брюк, там, 20, 30 юбок одинаковых, там, 20 глупок. Или тупки, девушки так любят тупки. Нет, это хорошо, когда есть выбор цветов, когда выбор каблука, выбор, я не знаю, какой-то формы. А когда одинаковые, зачем? Да, когда ты постоянно носишь черные. Мне кажется, это так скучно. Нет, черные хорошо. Я черные тоже ношу. И я в своем гардеробе, когда захожу, говорю, что это черные. Нет, ну нужно ведь уметь. Нужно уметь это одевать и сочетать. Тут, понимаешь, всегда правильно нужно, даже, наверное, не столько сочетать, нужно правильно черному, если это девушка, платье подобрать ту деталь, которая сделает всевозможное, чтобы платье поменялось и выглядело по-другому. Ты же знаешь прекрасно, платье Коко Шанель, черный тупляц. Его можно одевать с белым воротником, с черным жакетом, с красным жакетом. Я не знаю, одеваешь пальто с кардиганом, совершенно по-другому смотрят. Мне кажется, я уже знаю, что ты задумала. Ты хочешь одеть нашу героиню в черное, но сделать это элегантно и со вкусом. Ах ты, умница, давай за нас. Мне кажется, что у нас с тобой сегодня получится. Ждем нашу героиню. Где же она? Ну, привет. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Игорь. Можно на ты? Рассказывай нам свою историю. Так получилось, что мой гардероб полностью состоит из черного цвета. И все строго... И свои партии. У меня тоже. Конечно, черное – это всегда актуально, элегантно. Это очень просто, он совсем сочетается. Но сейчас мне просто стало скучно, и я хочу найти что-то новое, но добавить какой-то штрит, оттенок, акцент, и буду рада, если вы мне поможете. Какое ты сама себя видишь? Вижу, наверное, знаете, как вот осенью. Вроде бы все серые, но в то же время есть какие-то желтые-золотые листья. И мне бы тоже хотелось, чтобы на фоне этого черного и серого гардероба... Ну, как творческая, ты слышишь, как закрутила? Да, да. Появились какие-то листья, которые придадут очарование, подчеркнут мою индивидуальность. Очень красиво говоришь, прям так... прям нравится. Слушай тебя, скажи, пожалуйста, у тебя в гардеробе все черное, я согласен, но почему ты сама, понимая то, что можно какую-то деталью обыграть черное изделие, к этому не пришла. Не пришла в магазин и не купила красные бусы, синие перчатки или что-то такое. Конечно, как у любой девушки, руки тянутся до всего блестящего, яркого, сочного. Ты берешь, хватаешь, примиряешься, потом думаешь, нет, это не для меня, это... Нет, скажи, а что же тогда изменилось сейчас? Наверное, изменилась я, и... Наверное, хочется, чтобы кто-то вот подтолкнул вдохновение. Может быть, ты хочешь поразить своего молодого человека? Он у тебя есть? У меня есть молодой человек, да, он уже волнуется, знает, что я пришла к вам на передачу, поэтому я сказала, что да, фотографии, тебе нужды. Юль, наша задача сделать все возможное, чтобы ты вернулась домой, подошла к своим вещам и поняла, что они у тебя красивые, классные, но просто их нужно чем-то почитать. Просто их нужно уметь правильно носить. А я подберу тебе аксессуары, сделаю тебе модную стрижку и очень интересный макияж. Поняла? Запомнилась? Чтобы ты стала настоящей иконой стиля. Я очень хочу, чтобы прическу тебе сделали современную, потому что реально у тебя очень-очень с этим нехорошо. Тебе 29 лет, ты модная, современная девушка, работаешь в успешной компании. И, как я понимаю, ты еще и приличный затрон. Потому что для скотт-компании распространяется только надежда. А на прическу... На прическу нет, поэтому ты можешь себе сделать стильную стрижку и твое же черное платье. Твои же правильные формы и пропорции заиграют по-новому. Все равно какую-нибудь аксессуарную добавим. Ну что, тогда мы не будем терять времени и отправляемся в салон красоты. А я тем временем подберу тебе одежду и не буду говорить, что и какой цвет, а то вдруг опять черное захочу. Жду вас, девчонки, отправляйтесь. Мы с Игрым решили показать Юле, что черный цвет – это вовсе не скучно. И что при правильной подаче он может заиграть всеми цветами радуги. Вообще, черный – излюбленный цвет модельеров всего мира. Например, дизайнер Том Форд как-то заявил, «Была бы моя воля, я бы весь мир одел в черный цвет». А дизайнер Тонна Карен больше не сказала «в черный». Ведь это идеал, вы можете его носить и днем, и вечером. Он всегда клятся, он всегда сексуален. Таинственность и флёр этому цвету придала легендарная Коко Шанель. Её бессмертное маленькое чёрное платье до сих пор является базовой вещью любой уважающей себя барышни. Я думаю, что главным аргументом в пользу выбора девушками чёрного цвета является его основное свойство – он стройник. Будучи одновременно строгим и классическим, чёрный заслуженно носит звание безупречного цвета, цвета роскоши и элегантности, изысканности и исключительности. Мы находимся в салоне красоты премиум класса «Эвита Студио» в «Бьюти». Это наши стилисты – Элла и Владимир. Здравствуйте всем. Познакомьтесь, это наша героиня сегодня – Юлия. Привет. Привет, Юля. Привет. Юля работает в крупной компании с чётко обозначенным дресс-кодом. И носит строгие вещи даже дома. Но она пришла к нам и хочет измениться, хочет в обычной жизни быть стильной, яркой и просто классной девчонкой. Поэтому мы с Игорем решили, что дресс-код на её прическу не распространяется. Поэтому здесь есть простор для действий. Что вы нам посоветуете его? Я думаю, нам стоит сделать Юлию немного поярче, потому что у неё очень красивые глаза, зелёные, и мы хотим их подчеркнуть. И подчеркнём с помощью цвета. Я думаю, это будет глубоко рыбой. Я надеюсь, как принц Гарри. Нет, ничего не бойся. Не переживай. В макияже мы бы выделили глаза. Я думаю, выделим глаза, подчеркнём реснички красиво и, опять же, выдержим это всё в дресс-коде. А с губами я бы не стал перебарщивать. Губы красивые, имеют хорошую форму, достаточно хорошую прикуглость, поэтому акцентируем глаза. Губы к честь. Конечно же, подчеркнём обязательно, подчеркнём губы, не переживай. Я довольна, оставляю Юлю с вами, но скоро вернусь и надеюсь, что я её не узнаю. Мы даже в этом уверены, Наташа. Будем ждать. Проходи. Прежде чем над образом Юле начнут работать стилисты, она отправится на тайский традиционный массаж. Точечное воздействие на мышечную ткань в комбинации с лёгкой техникой растягивания в стиле йоги помогает восстанавливать внутренний баланс, омолаживает организм и активизирует нервные клетки мускулатуры. После такого массажа наша героиня точно повысит свой жизненный тонус, который приведёт к позитивным переменам в её жизни. После такой приятной тонизирующей процедуры за дело берутся топ-стилисты. Совсем скоро мы увидим нашу героиню в новом образе. А пока предлагаю посмотреть, какую одежду подобрал Юля Игорь Гуляев. У героини Юли потрясающий гардероб, у неё очень много чёрных вещей. И в принципе, сегодня моя задача, как мы уже говорили, просто его разукрасить. И я ей советую, вернувшись после нашего проекта, прийти в магазин, напокупать себе всевозможных перчаток, шарфиков, каких-то вот таких вот мелких сексуаров с чёрным платьем, одела горох, и ты уже выглядишь иначе, одела, я не знаю, какую-то полоску, одела, взяла какие-то перчатки. Посмотрите, любой чёрный жакет, классический жакет, обыкновенный, таких как в её гардеробе море. Но уже с сочными яркими перчатками он совершенно играет по-новому. Какие-то украшения. Ей просто нужно научиться использовать те вещи, которые у неё есть, и придумывать какие-то варианты с деталями, с сумками, шарфиками, с чем-то. Это будет смотреться совершенно по-другому. И никто никогда не подумает, что она одела одно и то же платье, что она одела один и тот же жакет. Я, конечно же, сегодня тоже хочу подобрать её чёрный комплект. Но это будут не просто такие же вещи, которые у неё есть в гардеробе. Я хочу посоветовать ей попробовать и примерить на себя комбинезон. Комбинезон уже не первый сезон является одной из модных деталей в гардеробе девушки. И смотрите, в моей коллекции есть вот такое вот очень интересное изделие. Брючный комбинезон с отделкой из кружева, бантики, женственно, красиво. Атласная лента, атласный пояс, что-то такое а-ля смокинг неполучившийся. Но в то же время в таком комплекте она спокойно может выйти со своими друзьями на приём, на банкет, в ресторан. Если она оденет ещё какое-то красивое украшение, здесь оголённая спина. Сюда можно подобрать какой-то красивый палантин, какой-нибудь маленький жакетик. Или одеть это на капроновую блузу, это будет смотреть совершенно по-другому. И в то же время, если она идёт на дискотеку, ей хочется немножко похулиганить, и чтобы в её душе был рок-н-ролл, подбирает вот такие перчатки без пальцев. И она уже совершенно не классическая девушка. Одевает обувь на каком-нибудь сумасшедшем каблуке или какой-нибудь интересной форме. И она уже практически леди-гага. Поэтому не бойся, Юля, экспериментируй, и у тебя всё получится. А примерять ты сегодня будешь вот именно этот комплект. И я уверен, что тебе очень понравится. Слово «маникюр» произошло от латинского «manus», что означает «рука» и «cure» – «uход». Маникюр современного вида возник во Франции в 1830 году. Когда у короля Луи Филиппа воспалился заусенец на пальце, одному доктору было приказано его удалить. Находчивый доктор, справившись с этой маленькой операцией, разработал набор для ухода за руками. И уже к началу 20 века уход за руками становится важной коммерческой отраслью. Ребята, могу сказать, что вы отлично справились. И даже превзошли мои ожидания. Юленька, расскажи, как ты себя чувствуешь? Я очень волнуюсь. У меня даже пальцы похолодели, пульс зашкаливает. Наверное, когда долго-долго летишь в самолёте, когда самолёт приземляется, ты готов выйти и увидеть то, что открывается перед тобой. Наверное, вот такое чувство предвкушения чего-то нет. Потрясающе. Ты, главное, не волнуйся, скажи, ты готова себя увидеть? Этот момент настал. Открывай глаза. Давай раз, два, три. Ура. Так, узнаёшь себя? Ребята, просто супер. Расскажите, что вы сделали? Можно ещё раз? Я не дополню. Вообще, это нереально. Узнаёшь себя? Нет. Это что-то сногсебательное. Ну что-то, не как Гарри, как ты там говорила. Просто как... Принц-гай. Котелочку здорово. Спасибо, ребят. Красные ногти, мейкап. Спасибо, Вова, огромное. Цвет волос, Элла. Супер. Вот именно этого мы и хотели добиться. Мы рады, когда наши гости так искренне улыбаются и радуются. В первую очередь мы покрасили её в ярко-рыжий цвет. Хотели её удивить. И она стала действительно очень яркой. У неё появилась индивидуальность. Я думаю, мы все её заметили. И акцент делай на глаза, а не на губы. Губы и так красивые, большие. Не нужно её делать. И ещё я хотела почувствовать, что мы открыли ей шею. Я очень рада, что мы не послушались нашей героиню. Пришли к одинаковому мнению с нашим стилистом. И всё получилось вот так здорово. И ещё мы хотим тебе вручить подарок. Кроме всего этого ещё и вот это. Как всегда красиво. И приходи к нам. Вау. Большое спасибо. Ребят, большое вам спасибо. Юля, а мы с тобой возвращаемся в студию к Игорю Гуляеву, который нас уже давно ждёт. Игорь, мы приехали. А ты чем занимаешься? Дурью маюсь. Честно сказать, чем... О, я смотрю. Нет, я рисую новый образ, который я подобрал для Юлик. А хочешь увидеть наше преображение? Нет, не хочу. Почему же? Потому что хочу увидеть законченный образ. Держи. Жертву и твои очки. А, вот ты какой хитрый. Да. Приготовил аксессуары. Держи чёрную сумку. Всё чёрное. Всё, что чёрное было, я собрал. Чёрный комбинезон ждёт вас в примерочной. Супер. А у нас сегодня был гость? Да, не скажу, кто. Ну, скажи мне. Терёшина. Только я и не говори. Я и не скажу. Всё, я жду вас. Сегодня оценить образ Юли пришла певица Татьяна Терёшина. Таня любит экспериментировать со своей внешностью, в каких только образах она не появлялась перед зрителями. У Тани были и короткие, и длинные волосы, и тёмные, и светлые. Причём с самых разных и неожиданных оттенков. Интересно, как она отреагирует на хоть и стильный, но всё-таки элегантно-консервативный образ нашей сегодняшней героини. В новостях покажут лишь облунки чувств, что раньше связывали нас. А вот эти всё. Игорь, мы вернулись. Вау, у нас уже гости. Таня, привет. Познакомься, это наша героиня Юля. Юля, здравствуйте. Ты знаешь, она ушла просто менеджером, а вернулась в настоящий бизнес-вумен. Бизнес-вумен, пройдись ещё раз. С удовольствием. Мне кажется, в таком наряде она уже не пойдёт в офис, только на красную дорожку. Ну, в офис у неё одежды полно. Слушай, ну, я для меня это вообще два разных человека, если честно. Вот я смотрю на фотографии. А то, что было? Чтобы себе напомнить, да, как это было. Ты узнаёшь её? Ну, невероятно элегантная женщина. Элегантная, вот здесь-то какая-то... Наверное, женственная, со стилем, и даже у неё какой-то взгляд, да, она прям кокетливая. Да, кокетливая леди, счастливая, уверенная в себе, и вам идёт, безумно, чёрный цвет, если вам нравится, не надо его менять, действительно. Он действительно вам идёт очень красиво, выстроенный, подчёркиваю, вот эта утончённость фигуры, очень красиво. Главное, чтобы правильные вещи были, вот почаще, как я говорю, обращайтесь. А у тебя в гардеробе вообще были какие-нибудь комбинезоны? Нет, это первый. Вот понимаешь, смотри, тот же чёрный цвет, только детали, только какие-то элементы и крой, уже совершенно по-другому ты выглядишь. Я не могу сказать, что ты спокойная, ты очень заметная. Ты классно с вами, Татьяна? Мне очень нравится рыжий цвет волос, я очень люблю. Да, это волос очень красивый. Чёрный цвет, он не обязательно должен быть, ну, мрачный, да, чёрный цвет, он просто подчёркивает индивидуальную фигуру, там, не знаю, утончённость, делает чёткие черты лица. И это очень вам идёт, вот прям супер, потому что фигура очень худенькая, невероятно красивая. Вернёшься домой, подойди к своему гардеробу, достань свои вещи, поодевай их уже с новой прической, с новым макияжем, с новым настроением. И я уверен, добавив какие-то мелкие элементы, тебе не надо будет тратиться, твои вещи заиграют по-новому. Игорь, потому что в начале программы ты очень правильно сказала, что человек, который умеет одеваться в чёрное, это настоящая элегантность. И человек, который действительно имеет чувство вкуса и стиля. Коко Шанель. Коко Шанель? Коко Шанель плохого не порекомендовала бы никому. Юлина, но это ещё не все сюрпризы, и сейчас тебя ждёт фотосессия. Я в шоке. Я до сих пор не верю, что это я. Стилисты оказались просто волшебниками. Я стою в чёрном, хотя в начале я пришла на передачу, я не хотела быть чёрным, я сказала Игорю и Наташе, что всё, что угодно, всё должно быть ярко, но не должно быть чёрного. И вот, посмотрите, я стою в чёрном, но я чувствую себя очень яркой, неординарной, нестандартной и выделяющейся. Поэтому очень здорово. Я жду реакции моих друзей, знакомых, потому что я сама себя до сих пор не узнаю. Я думаю, что видно невооружённым глазом, как преобразилась девушка, как она стала счастлива, глаза загорелись, это самое главное для женщины. И, конечно же, тот факт, что ей повезло очень сильно в жизни, что она встретила такого человека, как Игорь Беляев, и попала на эту программу «Икона стиля». И теперь она, скорее всего, нашла свой стиль, потому что, в принципе, самое главное – не изменять себе. Игорь, уверена, что Юля после нашей программы сразу отправилась на какую-нибудь гламурную вечеринку и 100% была там настоящей «Икона стиля». Несомненно, Наташа, а мы её спросим об этом сами, ведь в финальной новогодней программе все участницы нашего проекта соберутся вместе, чтобы звёздное жюри выбрало одну, единственную, ту, которая удалось в жизни реализовать наши советы и стать настоящей «Икона стиля». Ну, а если вам понравился образ нашей сегодняшней героини, то голосуйте за Юля на сайте канала «Муз ТВ». А девушка, чья фотография наберёт большее количество лайков, получит специальный приз зрительских симпатий. Не бойтесь перемен и знайте, что девушка, уверенная в своей красоте, сумеет, в конце концов, убедить в ней всех остальных. С вами были Игорь Гуляев и Наталья Переверзева. Скоро увидимся! Произошло что-то невероятное. Стоп, смотри в камеру. Камера — это вот эти глаза. Да. Да, вот эти два глаза. Вот посерединку смотрю. Хорошо. Есть. Продано. Субтитры подогнал «Симон»